Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки, обсуждаем основные события политики, экономики и бизнеса региона и города. Сегодня в программе. Массаж в кредит. В Магнитогорске пенсионерка выиграла суд у компании, которая за свои услуги требовала женщины баснословную сумму. Итоги года подводят депутаты и глава города. Об итогах и планах на следующий год расскажут Сергей Берников и народные избранники. Куда собираются магнитогорцы на Новый год? Какие направления выбирают? Ждать ли скидок натуры и возобновляется ли кэшбэк? Об этом актуальное интервью. В Магнитогорске пенсионерка выиграла суд у компании, предлагающей массажные услуги. В июле женщине позвонили из салона и предложили прийти к ним на массаж, якобы бесплатно. После двух недель сеансов на телефон пришло сообщение, что у нее долг перед банком. Оказывается, вместо договора на оздоровление, как ей было сказано, пациентка взяла кредит. 89 тысяч рублей под 48 процентов. То есть в итоге банку ей пришлось бы вернуть около 130 тысяч рублей. Это сейчас тропинка к оздоровительному центру засыпана снегом, а дверь на замке. В июне Людмила Петровна ходила сюда по проторенной дорожке, как на работу. Каждый день две недели подряд. Говорит, хотела отказаться после двух процедур, но ей сказали, нельзя, договор уже подписан. Ну вот я когда пришла, они вроде как и уговорили. Я все подписала. А как вы подписываете? То есть вы не знали, что вы подписываете? Да, я уже сейчас даже и не скажу, что и как. Потому что уже на этой голове не работает сейчас. После их массажа. Именно после массажа головы, который ей делали первые два посещения, и начались проблемы, говорит Людмила Петровна. После него пенсионерка была как под гипнозом. И смутно помнит происходящее. Я прям ходила, я хоть бы раз одно занятие пропустила. Я ходила прям, как будто это мне надо. Значит, что-то было, что бы я так. Иногда там хочется поспать, этот я ходила. Дочь пенсионерки Светлана Макарова была в шоке. Во-первых, мама не говорила ей про массаж. Во-вторых, удивила стоимость почти 6 тысяч рублей за сеанс. Всего же, согласно прайсу, нужно было выплатить 89 тысяч рублей. А вместе с процентом, который берет банк, 130 тысяч. Светлана говорит, что в здравом уме ни один человек не влезет в такую кабалу. И не исключает, что с мамой хорошо поработали, убедили или даже применили гипноз. Массаж начали с массажа головы. То есть сказали, что с ней будет работать психолог. Но, как вы понимаете, психолог как бы не прикасается к человеку, тем более не к голове человека. То есть было проведено, как я предполагаю, какое-то психологическое воздействие. Ей сказали, что надо подписать договор на оздоровительные услуги. То есть сумму кредита, что будет оплата какая-то, ей об этом даже не говорили. И она думала, что подписывает договор на оздоровление. Когда приехали в офис, к ним так никто и не вышел. А позже организация и вовсе съехала с адреса Поворошилова, 7. Тогда обманутая пациентка обратилась в приемную депутата Павла Шиляева. Оттуда ее перенаправили в общественную организацию по защите прав потребителей финансовых услуг. Как рассказывает руководитель организации, юрист Елена Фасахова, сначала в адрес оздоровительного центра была направлена досудебная претензия с требованием о расторжении договора о добровольном возврате денежных средств. На что поступил отказ. После было подано исковое заявление в Орженикидзовский районный суд. 7 декабря состоялось итоговое решение. По результатам рассмотрения судебного иска наши требования удовлетворены. Расторгнут был договор купли-продажи, взысканы денежные средства по данному договору в пользу потребителя. Также был взыскан моральный вред в размере более 30 тысяч рублей и судебные расходы. То есть сумма иска превысила более 100 тысяч рублей. Юристы в очередной раз предупреждают граждан, покупать товары и услуги нужно только у проверенных компаний. В частности, у салона, который предлагает услуги массажа, должны быть подтверждающие документы, сертификаты, лицензии. В противном случае существуют риски. Даже если дело будет выиграно, эта компания может уже не существовать на момент исполнения судебного акта. Массово поступает обращение. Хочу отметить, что схема обмана похожа. Что услуги, что товары. То есть неважно, если вам позвонили на телефон и приглашают на бесплатную процедуру, либо на бесплатную презентацию товара. Как говорится, есть золотая пословица, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому какой совет? Не рекомендуем вам ходить на эти процедуры. Если же вы все-таки решились, то не брать с собой паспорт и никаких документов. И ничего не подписывать. Сейчас Людмила Петровна собирается писать заявление в полицию на организацию, главный офис которой находится в Челябинске. К ней могут присоединиться и те, кто также пострадал от действий сотрудников оздоровительного салона по адресу Ворошилова, 7. Действение будет написать коллективное заявление, считают юристы. Тогда оценку законности действий работников оздоровительного центра будут делать сотрудники правоохранительных органов. На этой неделе в городе состоялись сразу два важных для Магнитогорска политических события. Пресс-конференция главы города Сергея Берникова по итогам работы администрации в уходящем году и заключительное в этом году собрание депутатов. Так главу города спросили про стратегию развития южных районов Магнитогорска. Сергей Берников напомнил, что два детских сада здесь введут в эксплуатацию уже в следующем году. Тогда же начнется проектирование новой школы искусств, предположительно на пересечении Труда и Советской. До 2027 года планируется построить в городе еще 5-8 дошкольных учреждений и 3-4 школы. Спросили журналисты главу города о работе над уличным освещением. С 2022 года соответствующими организациями было протянуто более 85 километров новых линий электропередачи. Следующий год планируем порядка 45 километров. Это тысячи светильников, это там около тысячи новых опор. Конечно же, сегодня мы не ставим лампы накаливания обычные, идем по направлению энергосбережения. В развитии общественного транспорта администрации города было принято решение сделать упор на обновление трамвайного парка. Появление в городе автобусов не планируется. Что касается создания новых рабочих мест, глава города неоднократно повторил в ходе пресс-конференции. В городе дефицит не работы, а рабочих. Однако подчеркнул, что предпринимателей в городе всегда ждут. У нас с вами хочется просто остановиться. Есть такая история, как индустриальный парк. Это территория, которая позволяет остановиться бизнесом. Если говорить еще раз о рабочих местах, у нас их создано в городе превеликое множество. Все, кто захочет работать, он всегда найдет работу. Еще раз, сегодня все газеты пестрят одним. Никто сегодня не уведомляет ни администрацию, никого о сокращениях. У нас с вами 0,7 безработица. Дефицит кадров есть в медицине. Сергей Бердников говорит, что привлекать врачей в Магнитогорск помогает как областная, так и муниципальная программы по предоставлению медикам в городе жилья. Ну и, конечно, подводя итоги уходящего года, Сергей Николаевич перечислил появившиеся в городе новые благоустроенные территории. Это сквер Славы, патриотический сквер, набережная в парке Увечного огня, парк Южный. Сохранить созданную красоту с таким призывом вновь обращается глава города к жителям. А депутаты обсудили исполнение текущего и принятие бюджета на следующий год. По словам заместителя главы города Александры Макаровой, доходы этого года увеличены почти на миллиард. Деньги пойдут на приобретение новых трамваях, благоустройство сквера на нужды управления образования. Расходы бюджета города на ближайшую трюклетку предусмотрены в следующих суммах. На 2022 год они составят 17,898,2 миллиона рублей с переростом к первоначальному плану 2021 года 11,4%. На 2023 год расходы составят 16,423,3 миллиона рублей и на 2024 год 16,270,6 миллиона рублей. Сумма действительно впечатляет. Мы впервые принимаем расходы бюджета в такой большой сумму, порядка 18 миллиардов рублей. И что могу сказать, работы будет очень много. Мероприятия намечены на всю эту сумму. Естественно, здесь исполнительной власти нужно, как сказать, эффективно, качественно и в сроках выполнять все работы, провести все процедуры, чтобы мы смогли уже в будущем году использовать получившуюся экономию. Также депутаты обсудили льготное питание школьников. В следующем году его получат учащиеся начальной школы. Для них молоко и горячие завтраки. А также школьники среднего и старшего звеньев, которые стоят на учете по состоянию здоровья или из малообеспеченных семей. Всего данная форма поддержки будет оказана 30 тысячам учащимся магнитогорских школ. На этой неделе магнитогорский металлургический комбинат стал победителем национальной премии «Чистый воздух». Предприятие заняло первое место в номинации «Экопредприятие» за масштабную модернизацию и реализацию природоохранных инициатив. Национальную премию «Чистый воздух» вручает медиагруппа «Комсомольская правда» и российское экологическое движение за лучшие экологические практики. Внедрение технологий по снижению выбросов и энергосбережения. Заявки более чем 100 номинантов прошли через процедуру голосования на сайте КП, а также оценку экспертного жюри. Напомню, что ПАО ММК приняла план стратегического развития до 2025 года, одной из ключевых целей которого является кардинальное снижение выбросов и последовательно реализует эту стратегию. Так, с 2017 года ММК инвестировал в проекты, направленные на сокращение выбросов, более 3 миллиардов 200 миллионов долларов и сократил валовые выбросы загрязняющих веществ почти на 10,5 тысяч тонн. Согласно стратегии развития, до 2025 года, всего за период с 2017 по 2025 год, валовые выбросы ММК сократятся на 30 тысяч тонн, а удельные на 14%. Общий объем инвестиций в охрану атмосферного воздуха Магнитогорска за этот период составит 7 миллиардов долларов. Результатом реализованных ММК природоохранных мероприятий уже стало снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,8 раза с 2017 года. А к 2025 году КИЗА снизится до уровня менее 5 единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город». В преддверии Нового года многие магнитогорцы собираются на отдых. Кто-то планирует провести 10-дневные каникулы за границей, кто-то отправится в тур по России. А некоторые ждут традиционных скидок и акций и строят планы на конец января. Куда собираются горожане, действует ли кэшбэк и ждать ли понижения стоимости путевок? Мы спросим у президента Магнитогорской общественной организации по туризму «Профитур» Натальи Макаровой. Наталья Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Ну расскажите, куда собираются магнитогорцы на Новый год? Какие направления выбирают? Ну, на Новый год традиционно это из зимы в лето. Хочется съездить, чтобы было и солнечно, и празднично. Это в основном Таиланд, Эмираты, Египет. А, кстати, про Турцию и Египет. Там действительно понизились цены на туры? Да, прошла такая информация, что достаточно сильно снизились цены на Египет. В среднем 35-40 тысяч на человека, иногда бывает даже меньше, если количество звезд 3, к примеру, 3-4. А вот что касается путешествий по России, действует ли кэшбэк? Программа кэшбэк закончилась в декабре месяце, но сейчас, в 2022 году, будет продолжение данной программы с 18 января 2022 года по 12 апреля 2022 года. Направление по Российской Федерации. 20% от стоимости возвращается на карту МИР. Вот, к слову, о скидках. Был анонсирован сезон скидок в январе. Ну, я скажу, что это традиционное снижение цен посезонно, то есть после 15 января, когда заканчиваются новогодние праздники, идет снижение цен, и до 23 марта, когда начинаются школьные каникулы. Вот этот период самый благоприятный. Даже прогнозируют, что Доминикана будет ниже, чем Египет. Цены настолько будут снижены. Давайте несколько слов скажем о национальных программах в сфере туризма. Как они реализовываются сегодня? Национальные программы, они действуют. Только они вяло развиваются, и Путин сделал, как бы сказать, замечание Ростуризму, что нужно их более активно развивать, потому что развитие внутреннего туризма, оно является сейчас приоритетным. Я скажу вам более, что все-таки есть движение, появляются новые маршруты интересные, и на поездах дружбы, которые между городами по району запущены, и развиваются сами территории, вкладываются денежные средства на развитие благоустройства и на расширение географии по России именно для наших жителей Российской Федерации. Расскажите подробнее про маршрут Дорога памяти. Этот маршрут организовал Совет ветеранов города. И самая главная цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения, что крайне важно в наше время. Изучение истории. И у них есть стимул, потому что они выбирают их на конкурсной основе, то есть викторины, проверяют их знания и как поощрение выделяют денежные средства из бюджета и спонсорские. И тогда уже детская группа совершила такое путешествие. Значит, в Москву в этом году в декабре они съездили, а в 2019 году – в Волгоград. Но это еще не предел, будут еще. И выбираются из разных школ по одному или два кандидата. И я считаю, что это очень хорошая программа, потому что патриотическое воспитание – это любовь к родине, любовь к городу. А когда человек патриотичный, он уже положительный человек. Это всегда положительно влияет. Поэтому здесь, как бы сказать, в честь празднования Великой Отечественной войны к разным годовщинам, значит, этот проект запущен и успешно реализуется. Ну и подводя итоги, как в целом для туристической отрасли прошел год, на Ваш взгляд? Для сложный вопрос. Для туристической отрасли она самая пострадавшая в реестре у нас считается во время пандемии. Но, тем не менее, мы справляемся. Справляемся. Люди стараются ездить, отдыхать. Ну, немножко, конечно, поток снижен. Наталья Николаевна, чего бы Вы пожелали туристам в следующем году? Ну, я, во-первых, хотела бы поздравить наших горожан с Новым годом, значит, пожелать, чтобы никто не унывал, что кризис – это начало перемен, и все это закончится, все возобновится, все будет хорошо. Поэтому желаю, чтобы все настраивались на отдых, потому что эмоции, впечатления – это очень важно для нашего здоровья. Спасибо. Это была Наталья Макарова, президент Пагнитогорской общественной организации по туризму «Профитур». С наступающим Новым годом! Вас также. Аналитики одной из крупнейших сотовых компаний составили рейтинг новогодних подарков и подсчитали, сколько южноуральцы готовы потратить, чтобы порадовать близких. На первом месте – гаджеты, электроника и бытовая техника. Вероятность получить их в подарок составляет 31%. Наибольшее количество продаж в данной категории приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории – самый большой – 8110 рублей. Отметим, что под елочку смартфоны покупают в два раза чаще, чем в обычные дни. На втором месте – 25% игрушки. Это куклы, мягкие игрушки и елочные. Средний чек – 1070 рублей. Третье место уверенно держат лотерейные билеты – 22%. Средний чек – 1290 рублей. Отметим, что по сравнению с другими месяцами года объемы покупки лотереи выросли в два раза. В 14% случаев подарком станет ювелирное украшение. Средний чек этой категории составляет 5910 рублей. Количество транзакций в этой категории выросло на 82% по сравнению с непраздничным периодом. И традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года. Сувениры набирают 8%. Здесь самый маленький средний чек – 980 рублей. До встречи на телеканале ТВИН.